всем всем здравствуйте меня зовут татьяна а мой канал называется вдохновляемся и творим вместе с татьяны я рада вас всех приветствовать всем кто заглянул сегодня ко мне в гости но я к вам сегодня с готовой работы это моя кофточка блузочка кому как нравится связанная на круглой кокетке имеющие ассиметричный узор по одной стороне на мой взгляд шикарная кокетка за счет белого цвета изделия ну просто изумительно красиво я немножко сменила фон сзади себя к сожалению у нас на улице так и не потеплело чтобы я на улице поснималась никак пока еще погода не хочет нам теплая приходить вот 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 но я не могу ждать мне очень хочется поделиться с вами поэтому фотографии к сожалению в домашних условиях ничего страшного этому я сейчас покручусь покажу вам когда на изделие смотрятся на мне и так изделие связано до талии я специально вязала таким изделием коротким потому что у меня есть еще пара юбочек летних с которыми я планирую эту кофточку носить я думаю что будет просто шикарно и так поближе показываю как кокетка смотрится на мне и по спинке рукавочек у меня не длинный но мне в принципе не нужен абсолютно другому рукавок за счет того что здесь есть спандекс то получается такой небольшой эффект как будто бы фонариком это все я расскажу вам сейчас уже на столе здесь уже по вашему желанию длина рукава и длина самого изделия но в принципе я считаю что оно и не должно быть длинным потому что вот этот вот узор как бы он не предполагает того чтобы изделие было длинным но опять же это каждый решает для себя сам ну что ж я сегодня вас приглашаю на мастер-класс формате описания я вам расскажу как я вязала данную вещь с такими трудностями я столкнулась но не без этого бывает сразу хочу сказать что данное изделие не является простым но если у человека есть желание и терпение справиться можно схему данной кокетки я выложу в сообщество и и еще выложу в инстаграм все ссылочки будут в инфобоксе ну что ж пойдемте поподробнее рассмотрим данную модель и я вам расскажу что как зачем следовало пойдемте итак сама кофточка давайте поближе рассмотрим как вязалось данное изделие данное изделие я вязала из пряжи alize bella это стопроцентный хлопок цвет это 55 100 граммов 360 метров старом формате были 50 граммовые моточки вязала я при значит спицами нит про новый кубикс троечка все изделие своих предыдущих видео я говорила когда я снимала видео о текущих процессах я рассказывала что изначально я хотела связать данное изделие из пряжи yarnart rose гадан вязала я на список два с половиной отвязала я где-то вот такую часть кокетки посмотрев я поняла что нет мне не нравится мне нравится внешний вид изделия полотно очень рыхлая то есть спицы нужны гораздо тоньше поэтому я отказалась от этой идеи нашла у себя как мне на тот момент показалось два с половиной мотка ализабелла я знаю что мне должно было бы хватить но те пол матка оказались абсолютно другой пряжи я сделала до заказ пришел до заказ я начала вязать изделие и спицы я тогда сменил я начинал вязать на 275 ади спицы ади у меня были а здесь я перешла на подрезы когда стала здесь пришла на кубики отвязав вот такое вот количество где-то сантиметров 10 изделия выглядел по-разному здесь было плотнее здесь плотно было рыхлое и я примерила на себя я рассказывала что по кокетке здесь вот каждый раз между листиками формируются новый листик и когда мы связали вот начинаем вязать да вот первый треугольничек первый листик второй листик и когда вяжут где-то вот маленький листик отвязался даже меньше получается вот в этих в этой части начинает формироваться новый листик и в третьем ряду здесь я проспала момент где мне нужно было добавлять лицевые и пошла полностью по кругу ну в результате кокетка оказалась для меня очень большой это было бы очень некрасиво смотрелось и поэтому я изделие решила распустить сначала хотела распустить вот до этого момента но когда я стала распускать я уже не понимала где здесь и что здесь поэтому я распустила полностью в ноль и решила вязать из одной пряжи ничего не смешивая и вязала я уже из при железе было вот в этом новом формате до 100 граммовые моточки мне лично кажется что пряжа немножко отличается мне кажется что у этой новой ализе более сильно скручена пряжа может быть не просто кажется ли я давно не вязал не знаю и так как я вязала на спицы я набрала 108 петель раппорт узора равен 9 2 сантиметра у меня связано ажурной резинкой далее начинается ажурная кокетка сама по ажурной кокетке по схеме там один лицевой ряд а во втором лицевом ряду начинает формироваться новый раппорт но я провязала два лицевых ряда а уже в третьем начала формировать узора то есть сначала начинается вот с таких треугольничков и затем между как раз треугольничками появляется листик сначала он поменьше потом покрупнее еще крупнее последний самый крупный значит когда у нас идет 123 вот 4 формируется листик по схеме показать не могу потому что боюсь youtube очень строго к этому относятся ко всем схемам все будет в сообществе то есть у вас по схеме один листик формируется второй листик формируется и здесь должен быть еще один листик потом лицевая потом здесь вот на рукаве должен быть опять же листик потом или три листика наверное подряд потом лицевая но я даже на это не смотрела потому что я понимал что мне это будет широко и я уже знала вот этого ряда вот этого ряда листик мне будет достаточно дальше я уже буду делать асимметричный узор то есть по схеме вы посмотрите в зависимости от того какой у вас объем груди то есть нужно форма это не нужно схему всегда можно подстроить под себя изделие у меня не длинная я вначале вам показывал на себе если по сантиметрам то это примерно вот 48 сантиметров если я ничего не растягиваю мне нужно было чтобы изделие держалась на талии очень хорошо всем нам известно что хлопок не держит вообще никаких резинок поэтому я оставила по низу два ряда спандексом первый ряд это вот в самой крайней вот в самую крайнюю наборную цепочку вставлял потом где-то на три ряда сместилась и вот так тоже подбирала тут вставляла этот спандекс то же самое я сделала на рукавах тоже два ряда и получился такой эффект фонарика значит на подрезы на подрезы я набирала по 10 петель когда я снимала рукава здесь азиатский росток вывязан сантиметров азиатский росток у меня три сантиметра на спице на дополнительной здесь у меня было 64 петли на рукаве потом по линии подрезов по азиатскому ростку я добирала у меня получилось еще плюс 25 до 84 я понимал нет многовато я вот здесь 10 петелек убрала то есть оставила 74 петли на рукавах рукава мне не нужны были длинные поэтому я и не стала еще здесь дополнительно зачем не еще здесь на где-то еще должен вот здесь здесь еще должен был быть листик то есть они подлиннее такая вот картинка на сайте пинтерест не попалась то вот мы видим здесь на рукаве и вот здесь вот он этот листик вот видите о чем я вам говорил вот один листик формируется 2 здесь лицевая здесь формируется листик здесь лицевая здесь формируется листьев там по спинке может быть и не надо было бы то есть это уже каждый смотрит по рисунку то по оригиналу вот таким вот образом вот и все я уже вставила потом спандекс убрала ниточки изделия действительно очень красивая вдохновляйтесь творите желаю всем ровных петелек удачи ничего не бойтесь если есть желание всегда все страхи можно побороть но я с вами прощаюсь пока пока